добрый день дорогие друзья на улице у нас прекрасная погода солнце светит уже пахнет весной плюс 2 такая солнечная ясная погода масленичная неделя конечно же на этой неделе нужно испечь блины обязательно часто я ими не увлекаюсь но очень люблю блины на кефире обязательно испеку сейчас я готовлю сейчас покажу что я готовлю так вот здесь у меня жарятся котлетки такие вот сейчас я их покрыл и сразу из них жидкость выделяется вот на тихом огне с одной стороны обжаривая их такие у меня была свинина и курица куриное мясо общем я все смешала добавила кавказские травки паприку чесночок ну лук конечно как всегда панировочных сухарей туда посыпала свежих купила сегодня и что у меня тут лук еще вот так вот такие котлетки даже яйцо не не положила в этот раз обваляла я их сухарях ну все прекрасно такие вот кругленькие получаются на одной стране немного обжарила потом перевернула и вот так вот под крышкой на тихом огне они у меня здесь жарится и фарш делаю вот в таком вот блендере сейчас что-то не захотелось вот из-за такого маленького количества фарша доставать лисорубку вот такой вот блендер с ножами и он прекрасно рубит мясо но я немного его а чтоб такое не очень не как кашеобразное получалось вот и здесь отварю макарошки поставила купила вот такой вот суп не захотелось мне побаловаться вот таким сейчас чаем чаем пила купила в магните из нас 5 магните карточки стали в общем активировала я карточку первый раз покупала по карточки так что магнит от пятерочки не отстают смотрю вот такой вот сериал по роману мустиновой и неразрязанной странице вроде бы так ничего в общем и готовлю смотрю занимаюсь делами домашними ой села я передохнуть я решила съесть мандаринчик они у нас такие крупные но с ядрами немного конечно кисловато девочки мы купили путевку поедем кимер в общем-то почти на праздники майские отель 4 звезды в центре кемера много конечно и от этого отеля не жду потому что 4 звезды но отзывы неплохие конечно есть и не очень-то хорошие есть хорошие отзывы как правило сколько людей столько мнений и еще зависит все от заезда тоже много один заезд нормально другой заезд немного по другому в общем в одном и том же отеле поэтому может быть и отзывы разные что всегда по-разному каждый месяц каждый заезд все что-то какое-то новое или хуже или лучше но мы едем в начале сезона можно сказать все там будет чисто все готово к приему туристов отдыхающих поэтому насчет вот этой вот чистоты я думаю будет уже как-то все все еще нормально не в конце уже вот как бы этого сезона там уже все пыльное все уже окна грязные у них занавески пыльные мне вот это вот не нравится отель не новый но ну разные отзывы разные но хотя мне нужно чтобы было море хорошее там видимо море нормальная мелкая галька а что еще надо чистая вода есть где прокуляться я не люблю когда выходишь из отеля вы ничего нет нужно ехать здесь выйдешь и пожалуйста тебе кемер центр кемера можно куда-то сходить будем много ходить чтобы не наращивать жиры в отеле а ходить 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 гулять дышать морским воздухом это ли не прелесть взяли мы полный пакет то есть все равно мы будем приходить в отель и на завтрак и на обед и на ужин я не люблю вот по этим кафешкам не знаю какие там сюрпризы когда уже знаешь вот куда пойти где хорошо готовит другое дело а так а тем более мне немного надо еды а муж у меня как мужчина все они поесть любят поэтому здесь уже мы пришли он наелся и все и можно идти гулять спокойно другое дело если что-то не хватит всегда можно купить на рынке или в магазине или какое-то вино или фрукты но говорят что с фруктами все в порядке ой про вино не знаю вот такая кислая вино мы тоже много не пьем так что не суть важен вот мясо тоже говорят не очень много но нам много и не надо достаточного для того чтобы поесть в общем посмотрим потом все покажу расскажу обожаю мандарины но кисловата конечно скоро сезон закончится надо есть пока пока есть вот такой у меня лук банк получился сейчас все любят есть на камеру кто-то любит смотреть как они едят как раньше появились когда вот эти вот сериалы богатые тоже плачут рабыни за ура ну как бы это все было в диковинку я когда была дома я всегда вот это богатые тоже плачут они там сок ставили в общем все так по тарелочкам раскладывается у них так чинно вот и я так же садилась и этот сериал смотреть мне нравилось богатые тоже плачут они там наливали апельсиновый сок я тоже себе наливала в стакан сок по моему этот фильм шел утром и ну я делала какой-то там омлет ну что-то такое и тоже садилась перед экраном и смотрела как они там завтракают пьют сок что-то там значит сидят так кушают аккуратненько и мне нравилось это вот сейчас это мук банк я не скажу что я люблю смотреть как другие едят ну какое дело если человек есть и чавкает это меня прям раздражает ну когда я ест аккуратно чиню да ммм 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 так ну вот решила я пообедать вот такой у меня сегодня обед котлетки макарошки грузинский кетчуп и вот такой вот перчик макарошки так смотрите чем я занимаюсь это у нас уже другой день и сегодня у нас вот такая погода видите как пасмурно свет я не включаю здесь я занимаюсь шитьем есть у меня давно давно у меня уже висит вот этот сарафан вот такой вот трикотаж тянущийся он у меня длинный вот этот сарафан я еще когда-то и в Турцию в нем ездила заказывала я его на бон-при и трикотажный но такой тяжеловатый плотненький вот здесь вот такая вот штука здесь на линии талии безрукавный он в пол такой вот он и с тропическими такими вот листьями такая расцветочка у него симпатичная вот так вот листья здесь такие и вот как вот как черепаховые такой вот вот раньше я ходила на каблуках сейчас висит уже давно не знаю куда его и надеть в общем когда жарко вроде бы и в нем тоже жарко в то же время без рукавов но хотя у меня есть вот это вот болеро с ним можно очень хорошо смотрится потому что вот здесь вот и белое есть а мне оно белое и решила я его обрезать ну трикотаж очень не машинка в трикотажной ателье только отдавать вот мужа бы футболку еще подогнуть у него на его росту тоже футболка длинновато а он горит мне подогни но говорю как вот я подогну трикотажное полотно конечно на этих машинках очень трудно шить все равно все как-то созбаривается я вот вчера его обрезала вот этот вот это платье вот на металла а оно мне было прям в поле его конечно надо я вот на танкетках носила на каблуке ну там на отдыхе куда-то в ресторан или так вечером прогуляться и висела она у меня уже и на отдых то не надо потому что всегда жарко в ованью ездим а сейчас едем в кемер и я так подумала что оно мне пригодится но на каблуках я ходить не собираюсь у меня нет танкеток на каблуке буду ходить в каких-то шлепках сланцах ну без каблука короче говоря и вот решила подогнуть ну вроде бы так вот ничего получается такой вот шов нитка обрывалась снова я тут начала строчить в общем обрезала и подгибаю платье такое в общем шикарное оно смотрится очень красиво такая яркая сочная расцветка единственное оно такое вот плотненькое но в кемере в этот раз оно мне пригодится я вот так вот здесь этим занимаюсь не знаю как мужа футболку мне кажется я испорчу ее только и будет но на подоле конечно если чуть-чуть вот присборено и незаметно подол он и есть подол но когда футболку так я сделаю хотя вот отдавала какую-то футболку свою ну такую блудочку в ателье и у них не было наверно машинки для трикотажа трикотажные вот этой вот лапки или как там можно ведь и в эту как-то вставить и я считаю что они плохо подогнули мне я бы наверное сама так подогнула как они мне сделали еще заплатил за это же деньги но не очень-то смотрится и поэтому даже не знаю в какой отелье отдать мужу футболку подогнуть он заправлял в джинсы ее потом говорит я буду ее на выпуск носил вот то что мы с турции привезли ему футболку длинновато она мне в общем вот так вот ну я считаю нормально вот здесь вот на подоле то на подоле смотрится еще так это хорошо я в общем то могу сама шить сама так единственный чего вот брюки также отдавала его в отелье потому что на мужских брюках на гольфике очень сложно там молнии вставить я даже не возьмут конечно я смогу но не неаккуратно это сделая и уже будет плохо поэтому я тоже носила в отелье себе вот так вот здесь вот таким образом ну на подоле будет нормально он же если будет вот так вот немножко волнами это подол но на футболке придется где-то отелье искать чтобы смогли они аккуратно подогнуть дорогие друзья это верлик вот такая у нас сегодня погода просто такая пасмурная припасмурная серые тучи даже такой дождичек небольшой накрапывает на улице полно грязи я даже ушла сейчас вот иду по этой аллее тут более более еще тут чисто ну поменьше поменьше луж вот вот приду покажу что что я заказывала я заказывала буквально футболку и брюки не знаю подойдут ли они мне ну вот так вот посмотрим как уже воробушки чирикают на веточках почувствовали весну мне даже больше нравится когда вот такая влажность на улице весной потому что сейчас вот все стает да и все что вся грязь которая была на снегу там слоями скопилось все вот эти вот песок вся соль и все это потом поднимается в воздух когда сухо вот было у нас тут как-то сухо и ветер и вот это все поднимается все вот эти экстременты после животных это мало приятно всем этим дышать и когда вот такая влажность сейчас хорошо дождь сейчас все смоет хотя бы потому что улицу у нас не моют конечно но вся надежда на осадки чтоб помыть улицы чтоб было у нас как-то было чем дышать вот так сегодня плюсовая также температура у нас ночью выпал снег такой снег снег с дождем шел стучало по крыше муж говорит снег в машинах все в снегу были а утром встали уже на машинах снега почти нет вот на земле был снег такой в общем сырой снег выпал всю ночь барабанила по подоконнику даже что-то сегодня плохо спалось и встал я с какой-то головной болью такая все разбитая наверное погода меняется но хотя 2 марта по интернету я смотрела у нас минусовая температура возвращается и там даже снег снова минус 2 минус 4 вот такая вот не знаю будет или нет но такая такой прогноз я посмотрела в интернете где-то с 2 марта и почти всю неделю будет минусовая температура у нас в нижнем Новгороде ну надо посмотреть будет сейчас может быть уже что-то изменилось может быть у нас как всегда напишут сначала нарисуют снег потом уже снега нет ну насчет температуры может быть и правда птицы чирикают воробьи воробьи прям у них целый там пир какой-то такая болталка воробьиная вот они в этих кустах любят сидеть и включать вот сейчас я уже приду здесь у нас там фаберлик он в том доме в арку зайдешь и там фаберлик девочки зашла в магнит косметик мне нужен был тоник потому что что-то я довела до последнего фаберлик не заказала и также закончился у меня чистые линии чистые линии тоник ну там поменьше емкость в общем тоники как-то быстро заканчиваются и вот этот последний тоник я взяла 100 рецептов красоты по 109 по-моему рублей он был вот объем такой хороший здесь освежающий соком алоэ 100% натуральная основа в общем вот такой вот тоник 250 миллилитров взяла тоник и вот был со скидкой такой крем не крем а гель роликовый гель филлер для контура глаз вот так мне понравилось как здесь все написано заполнитель морщин чем два в одном и плюс корректор темных кругов и отеков как нельзя лучше подходит всегда актуально для меня вот и был он 170 рублей с какими-то копейками и решила я взять вот такой вот у меня тем более от фаберлик крем заканчивается от эйвон что-то не очень вот тот крем для вот такой двойной под глазами и над глазами вот веки верхние и нижние то есть там разделяется вот для крема два крема но не всегда может быть что-то у меня с моими веками случилось раньше я пользовалась им было все нормально а теперь я замечаю что у меня как-то отекаться глаза с него стали вот не знаю в чем причина ну вот решила я попробовать вот такой вот кремик от эвелин эвелин мне нравится косметика пользуюсь тени я брала и вот этот вот ухаживающее средство мне нравится и для бровей вот этот вот гель ну то есть вот корректор такой для бровей тоже нравится вот и была скидка в общем такая привлекательная цена решила я себе приобрести не знаю пока вскрывать конечно я сейчас открою вам покажу ну вот такой вот такое вот средство такой тюбичек здесь откручивается и там вот такой ролик охлаждает и наносится гель на кожу вокруг глаз будем пробовать понравится будем конечно же брать еще если понравится такой без скидки он там написано 229 рублей стою а со скидкой 170 вот так вот девочки смотрятся на мне брючки от фаберлик и футболка вот такая она беленькая и с рисунком я потом покажу поближе брюки заказала я 50 размер смотрите у меня в общем-то 50 52 уже что-то мне как раз 50 что-то 52 талию замерила у меня 88 в общем она все мне хорошо 50 размер и даже вот ну на что у меня вот здесь вот как бы эти вот есть такие ушки да но здесь лишнего я бы немного даже застрочила вот это вот место это так что у 55 50 размер клонится ближе к 52 то можно смело брать 50 вот в бедрах я не помню уже какая я в бедрах ну вот в талии 88 у меня сошлось а в бедрах вон еще место есть так и вот это вот футболка также она полномерная такая взяла 50 размер она мне совершенно свободно здесь вот такие вот лямочки ими можно регулировать одной рукой конечно неудобно можно регулировать можно ее поднять можно немного опустить вот так вот по бедрам брюки приятные здесь вот кармашки что я считаю вообще ни к чему на женских брюках они и так увеличивают вот эти вот бедра вообще на женских брюках карманы не знаю для чего делают вот ну это как говорится вот здесь так вот молнии пуговица паховую зону можно не закрывать не любители вот этой вот паховой зоны скажу я вам что если вы надеваете такие вот леггинсы в которой нет вот этой вот этого гульфика с молнией тогда да паховую зону лучше прикрыть потому что там все так это зыбко но если вы в джинсах в брюках таких жесткая вот этой вот молнии паховую зону закрывать не обязательно даже в любом возрасте тем более здесь все так не обтянуто все свободно и вот на рост 164 у меня они вот смотрите я конечно в тапочках вот вот укорачивать не знаю наверное я не буду кто любит покороче можно конечно укоротить они мне вот ну в общем ниже щиколотки вот смотрите но с другой стороны у всех ноги разные длины да у кого-то туловище больше ноги короче так что это все индивидуально мой рост 164 и брюки мои вот такие вот как бы особенности фигуры фигуры у всех разные поэтому все равно нужно мерить но не знаю может быть конечно бы и вот покороче их но с другой стороны нет я думаю я укорачивать их не буду пусть будут так брючки такие они как креповые очень приятные и футболка футболка такая не скажу что супер качество но ну такая тоненькая на лето и такой рисунок также солнечный в золоте как я люблю так вот все мне подходит там были еще черные но черные как-то мрачно хотя черные мне нравится больше цвет вот черный с золотом вообще классно смотрятся вот ну я как бы вот брала на лето чтобы днем на вечер можно и черную конечно же было бы красиво вот но на белом и золото так сильно не бросается в глаза просто вот такой вот орнамент не считаю очень хорошо смотрится тем более в сочетании вот с этими зелеными брюками кстати цвет не искажает меня камера в данный момент вот такой вот цвет и есть цвет очень красивый вот так вот девочки ну вот показываю вам вот эти бирочки футболка белый белый цвет 50 размер стопроцентный хлопок с коротким рукавом для женщины вот артикул сделано в бангладеш кстати вот в бангладеш очень такие качественные вещи но как правило у них более плотные но эта футболка на удивление она такая тоненькая но держит форму нерыхлый нерыхлый хлопок в общем мне понравилось футболочка на лето будет просто просто замечательно так и сейчас я покажу бирку под брючек здесь все все бумажки прилепились так брюки цвет зеленый 50 размер стопроцентный полиэстер вот такой вот артикул сделано в китае в декабре девятнадцатого года так ну сейчас показываю вам брючки вот смотрите вот такая вот креповая ткань ткань очень приятная такая вот струящаяся немного электризует но летом я думаю этого эффекта даже и не будет потому что сейчас все таки такое у меня окно кстати открыто по подоконнику стучит дождь вот ну наверное нужно с обратной стороны как-то сбрызнуть антистатиком ну конечно постираю с антистатиком может быть и ничего не будет но легкое такое прилегание не критично приятная ткань летом будет в ней комфортно я думаю такая легкая креповая так ну пуговицы вот здесь вот такая странная металлическая здесь вот такая вот отделочка с внутренней стороны в общем то все так хорошо кармашки такая вот шелковистая ткань так сзади сзади прорезные карманы по-моему это обманы да карманы обманы просто вот такая вот небольшие вот такие вот полосочки два кармашка ну и все еще буду делать заказ какой-то химии конечно же все что для дома и в общем что-то много мне что нужно я решила сделать заказ в первый день и заказала только вещи потому что так и думала что их быстро разберут на второй день посмотрела просто ради любопытства футболок этих уже не было брючек именно вот в зеленом цвете уже не было были только белые и розовые но белые по обзорам я посмотрела они очень просвечивают зеленые нет они не просвечивают все хорошо то есть благодаря то что цвет есть белые ну конечно на солнце может быть так вот они не будут просвечивать ну розовые как бы мне я розовый цвет не люблю цвет такой барби ну розовый цвет не яркий конечно в живую я их не видела но на картинке как-то по-моему как-то припыленный розовый мне так показалось но зеленый цвет я смотрела по обзорам очень красивый классный цвет вот он с ним сочетаться будет и желтая и зеленая и белая и черная ну в общем замечательно будет на лето ну а теперь всем пока мои дорогие спасибо за просмотр ставьте лайки пишите комментарии всего доброго приятных покупок где вы 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 вы